Больше 100 килограммов запрещенных к обороту веществ изъяли в Югре паровоохранители с начала года. В прошлом году чуть меньше 97 килограммов. Учитывая численность населения нашего округа, это многовато. За каждым килограммом, а то и парой граммов стоит человек. На территории региона зарегистрировали 2278 преступлений, связанных с нарушением антинаркотического законодательства. Причем преступник не обязательно сам является зависимым. Просто, что называется, решил заработать. Но это оказалось такой катастрофической ошибкой, после которой жизнь человека никогда не станет прежней. О последствиях преступлений наркотической сферы в следующем сюжете. С начала года полицейские Югры перекрыли 27 каналов поставки в регион запрещенных веществ. Изъяли больше полусотни килограммов наркотиков, преимущественно синтетических. Это значит, что были предотвращены оптовые поставки. С точки зрения закона, каждая из этих партий особо крупная, а значит и преступление особо тяжкое. Наказание за такое, вплоть до пожизненного заключения. Впрочем, партиями поменьше, конечно, тоже занимались. Это о так называемых закладчиках. Люди, которые решили срубить бабла, о последствиях не подумали. Цифры, сами за себя говорят, это 757 лиц, привлеченных к ООН ответственности только в текущем году. Цифра достаточно немаленькая, учитывая население нашего округа. Нами изъято 100 килограмм 302 грамма. Тут, говоря о динамике, то в предыдущем году масса изъятых наркотиков из незаконного оборота составила 96 килограмм 915 грамм. Как говорят полицейские, возраст наркозбытчика сегодня в среднем колеблется от 30 до 40 лет. Во всяком случае, людей такого возраста среди пойманных преступников почти половина. Часто он сам является наркозависимым, но не обязательно. Опять же, по сведениям правоохранителей, часть закладчиков несовершеннолетняя. Они думают, что если их поймают за руку, то возраст станет смягчающим обстоятельством. В следственном комитете спешат разуверить. За преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности наравне со взрослыми. За 9 месяцев текущего года в производстве следователей следственного управления ПОХМАО Югре находилось 7 уголовных дел. Три уголовных дел указаны категорией направлены в суды. То есть последствия очевидны. К слову, для тех, кто употребляет наркотики, тоже есть последствия. Для здоровья и жизни. По словам наркологов, раньше к ним за помощью обращались из-за синдрома отмены. Человеку становилось плохо после отказа от употребления. Современная синтетика делает плохо сразу. Это и психозы, под действием которых может произойти все, что угодно, и просто отказы систем организма. К слову, возврат к нормальной жизни даже после однократного употребления синтетики – дело муторное и трудоемкое. Вред воздействия, токсическое воздействие и риски, которые возникают, требуют достаточно большого времени, чтобы вывести из этого состояния. И если какое-то острое состояние возникло в результате употребления наркотика, не будем говорить, какого-либо сопровождения, достаточно годами продолжается. Добавлю лишь, что по оценкам правоохранителей, заметной помощью в борьбе с незаконным оборотом наркотиков является участие сознательных граждан. Звонки на горячую линию во время всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» реально помогли выйти на наркозбытчиков. Павел Желтовый, Елена Каткова, Александр Шулдиков, Владимир Дадыко и Грибатищев. Телерадиокомпания «Югра». Специально для «Больше чем новости». Телерадиокомпания «Югра».